Тиш, помажи ручкой, всем привет скажи. Закрой дверь, ты. Варя, смотрите какой Тиша сегодня деловой и по летнему оден. Просто в шорфах лежит. Спать не дай. У меня что, мамка? Ну, не дам. Как это посмели, мамка? Как вы посмели дать, не дать поспать самому главному? Мы приехали за Даней в школу и едем сейчас на съемку. Вот так вот выглядит Даня на школу. Как ты посмел? Мама, как ты посмела королю не дать спать? А кто король? Я. Тиш, ты много на себя берешь, сынок. Давай, заходим в школу. Ну, конечно, я же знаю. Если вам интересно увидеть обзор нашей школы, то обязательно напишите обзор школы в комментах сейчас, и мы вам покажем новую школу. Сынок, иди сюда, забираем Даню. Это школа? Конечно. Я быстрее, я быстрее. Территория тоже закрытая. Сейчас на обоих школах. Вот, покажу вам. Это детская площадка этой школы. Нажимай на кнопочку, давай. Где? Вот. Да. Не тут. Где? Открывай дверь. Забираем Даню и едем на съемку, да? Сейчас в машине мы вам расскажем, куда мы направляемся сейчас. Сюда, сюда, прямо, 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 потом идем в его коридор и где-то налево первый-второй пикник. Классу 1, это здесь занимается Даня, но Даню я не вижу, к сожалению. Есть только его рюкзак. Где Даня, не знаешь? На пикнике. В каком пикнике? Да, у нас здесь в школе пикник. А где он находится? На улице? Не знаю. Понял, где Даня? Даня, если пикник на улице, то дети могут сбежать из школы. Почему? Если им пикник нравится, никуда убегать они не будут. Нет, ну ладно. Пойдем искать. Если дети хитрые, то может быть. Сюда, сынок, налево. Могут быть. Здесь речка рядом возле школы. И где-то у речки пикник у детей. А, у нас речка. Смотри, пикник. Да. И дело в том, что мы спешим опять, как всегда. Нам надо чем поскорее забрать, Даня, чтобы мы успели. Я научился очень круто. Давай. Вот это да. Ой, тут собака. Я вижу, где Даня. Вот там дети, смотри. Сюда, в эту сторону. Здесь дети рисуют. Кто-то загорает, дятенька какой-то. А, вон они, вон, сынок, дальше там. Мы уже нашли, да? Они сейчас вам покажут. Интересно, что за пикник такой. И что они там делают. На улице, кстати, сегодня вечер. Ну что, не можешь открыть? Сюда надо. Давай. Нет? А сюда? Я не знаю, как это открыть. Вот тут. Лиже, где Даня. Ребят, вот-вот-вот. Они гуляют. Я вам сейчас ближе покажу. В этой толпе детей есть Даня. Но мы не можем, к сожалению, открыть калитку. Надо звонить к Даню, чтобы его отпустить. Нам открыли калитку. Кутиша полетели уже к Дане. Да. Мы находимся. Мы находили в конкурсе. Где подходим? Даня, Саша. Подходим. Делать какую-то фотографию. Четвертый, пятый и седьмой. Ха-ха-ха. Потому что школа здесь только пока... Смотрите, по-классово, то есть идет, но сегодня решили взять и четвертый и пятый, но получается остается только седьмой, и смысл брать только седьмой. Это два человека. Вот в чем прикол. Так, решили взять седьмой. Подожди, тебя отпустили уже? Да. Пойдем. Подожди. Сейчас в машине расскажем, на какую тему. Скорее, у них мало времени. Мам, я тебе, смотри, что там, Борис. Мы придем. Тиш, если ты хочешь учиться в этой школе, посмотри сюда. Посмотри сюда. Мам, я посмотрю. Если ты хочешь здесь учиться и жарить с ними сосиски. Я тебе, смотри, что там. Я тебе, смотри, что там. Мне здесь нравится. Ну что, поехали? Да, давай быстрее. Тишуль, пошли. А мне рюкзак надо брать. А зачем? Уроки? Да, уроки. Возвращайся тогда быстро в школу. Где ваша машина? Вот и здесь. Даня взял рюкзак, но без моего разрешения, без родителей его не выпускают. Поэтому встречаем Дару нашего. Давай. Мама, я хочу туда. Нет. Сынок, мы спешим. Ну, Даня, возьми его за руку. Я ничего не могу с ним сделать сегодня. Что происходит? Я знаю, как мы можем. Тише, у нас есть час на дорогу, а нам ехать надо как раз час. Пробки. Ну, подожди, мама. Я знаю, как можно. Красавчик. Дань, бери его на руку. Мама. И быстро его в машину пахнули. Ну что, Даня, ты готов к съемке? Мне жарко. Я взяла с собой. Пока будем ехать еще плюс настроить. Вообще будет клево. А надо настраиваться? Ну, типа да. А сосиски вкусные были? Конечно. Даня говорит, жарился. Маленькие, я, ну, давали, типа, их много было. В начале первая партия была, потом вторая. А сколько ты съел? Я 8 или 9, не знаю. А директора как вашего зовут? Ой-ой-ой, Даня, стыдно. Исправишься хорошо, узнаешь завтра. Хорошо. Это некрасиво, не знать, как звать директора. Даня, ну что, похвастаешься, в каких съемках будешь принимать участие? Да. Рассказывай. Джон Ричмон. Это известный дизайнер английский Джон Ричмон. Джон Ричмон. И фоточки будут в глянцевом журнале. Подиум, да. А если ты захочешь себе оставить эту одежду, что будем делать? Придется купить тебе? Ну да. Ну так и сделаем. Я не знаю, короче. Нифига не получится ничего. Что? Тишина в своем уме такой интересный рассуждает. А ты хотел бы принять участие в таких съемках? О, да я даже не знала. Скорее всего, я хотел. Ты лучше скажи, что ты не любишь фотографироваться. Я вообще офигеть не люблю фотку. Не любишь? Даня, он говорит, как будто бы такой блатной. Что делать с ним? Ребенку 6 лет. Так, Тишка поел дома пельмени. Ты поел сосиски на пикнике. Никто у нас не голоден. Для дяди мне еще обеду. Так что на съемки. У тебя есть время, чтобы отдохнуть, набраться сил. И чтобы при тебе было обязательно хорошее настроение. И как обычно мы, наверное, опаздываем. Мама. Мама, как заснуть? Даня хочет спать, да? Встал. Вставай, вставай. Устал, конечно. Уроки, учеба. Английский как? Проверяли? Тексты правильно написали? Вау, салфетка. Да, ну было пару ошибок, но... Но неплохо. Да, но у меня сегодня еще дополнительно было. Был английский? Это хорошо очень. А слова она проверяла, как ты выучила? Да, сказала то, что хорошо. Умница, молодец. Расскажи метод, как учить слова на английском, чтобы их помнить на всю жизнь. Меня мама научила. Расскажи. Надо прописывать. Ребят, я в школе когда-то... Не лениться. Много прописывать надо. Прописываешь слово, проговариваешь его. Не ленишься. И дело в том, что те слова, которые я учила вот в таком возрасте, как Даня, в седьмом классе, в восьмом, я до сих пор помню четко каждое слово. Я помню, как оно пишется на английском языке. Так что метод работает. Если вам надо учить английские слова, ну их надо вам учить по-любому, но если у вас есть цель знать английский, обязательно прописывайте там две строчки каждое слово, проговаривайте, и вы будете их знать. Я даже по три, по четыре прописываю. Но это работает, скажи честно. Реально работает. Ребят, пробки в Киеве и дорога это такая злая штука. Бывает такое, что навигация пишет, на дорогу надо час, а в дороге можешь провести реально два часа или там полтора или два с половиной. Дорога непредсказуемо погиб. Это еще хорошо, что мы выехали в четыре часа, а не пять, потому что с пяти начинаются самые такие серьезные пробки. Надеюсь, мы не опоздали. Походу, наш Даня так и не успел настроиться. Он все-таки уснул. И я могу тебя поздравить, Тиш. Тиш не делает так, ему неприятно. Он же спит. Поцелуй его лучше в щечку, не делай так. Дань, просыпайся, мы подъехали, сынок. Дань, просыпайся. И что я могу сказать? На часах шестнадцать пятьдесят четыре, пятьдесят пять уже мы успели повернуть наверх. А значит, мы крутые, потому что мы не опаздываем сегодня, Тиш. Привет, Тиш. Главное быстро разбудить Даню, взять вещи, которые нам нужны. Я ему делаю массаж сердца. Зачем массаж сердца? Смотри, как больно. Тиш, Даня будет нервничать. Он немножко уснул. Ау, круто. Ты любишь Даню свою? Если правда, Тишуля так за ним скучает, когда Даня Смотри, как я его люблю. Вот так я его люблю. Это хорошо, меня это радует. Лучше, когда Тиша целует Даню, чем когда они ругаются. Да, лучше, когда ты. Дань, подрывайся. Пятьдесят пять минут. Примерно так выглядит Даня, когда он только проснулся. Тиш, иди сюда. И кофточку свою возьми в машине, сынок. Там есть крапива, который можно позалить. Стой, Даня. Проснись. Даня потихоньку просыпается, и это очень хорошо, потому что его личико сейчас нам надо носить. Даня, лукушка. Давай быстрее. Идем по узке. Мы уже знаем эту фотостудию, мы в ней были уже не один раз. Наверное, раза три-четыре были. Гробовенка. Три-четыре. Гробовенка. А какая студия, Гробовенка? Первая студия. Спасибо. Поднимаемся на третий этаж. Мама, это лево. Кто? Это лево. Это лево. Нет, на третий этаж, потом лево. Это лево, да? Так, это Даня немного. Могу я его показать хотя бы вот здесь пайетки, блестки прям. Ну, сейчас посмотрим. Вот футболочка со скорпионом и пиджак. Где скорпион? Берем, Даня, раздевайся. Да. Пока Даня переодевается, тише, я решил позировать. Ты хочешь принять участие в съемке? А язык зачем пока? Тиша обычно фоткаться не любит, но сегодня он в ударе, да? Он хочет позировать. У нас нет фотоаппарата с тобой. Давай просто его набросим на плечи. Давай, сейчас ты его гримируешь. Давай. Присаживай. Ну, делаешь ему причеркнувшую. Что, длина длинная вроде на мне? А потом, ну, как бы так, как для пиджака она идеальная. Садись. А мы там уже с Викой по фото, по процессу. Угу. Прямо по ветке переходят светло в темный, очень плавно, да. Там сзади есть? Да, там сзади у тебя большой скорпион. Огромнейший скорпион. Розовым спонжиком, это так мило. Да. Пайетки, блесточки на костюме, розовый спонжик, все должно быть. Мими-ми-ми. Пайетки, блесточки на костюме. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Для чего? Просто я не знаю Я тебе потом по дороге расскажу Хорошо, иди переодевайся Едем по объездной Мы посчитали, что так мы быстрее доберемся до Лавины А еще учишь легкий перекус с бананом На что Даня нам ответила, что я банан не буду И чужая песня А еще хочешь я скажу лично мое мнение о том, как прошли съемки? Я думаю, ребята это подтвердят лайком Что ты себя вел очень классно, как-то раскован Такое было у меня впечатление, что ты кайфовал от съемки Не всегда так, согласись Бывает такое, надо позировать И как-то ну не идет, ну не то, не тот взгляд А сегодня было просто все шикарно Ты мне очень понравилась И я думаю, что фотки будут просто обалденно, честно Да, я тоже видела, она когда фотки пересматривала Там такие фотки любезные Шикарные, да Так, что еще? Едем в Лавину для того, чтобы Наконец-то купить духовый шкаф хоть какой-то Потому что мы не можем жить без... Можно духовый шкаф? Это духовка, че? Духовый шкаф, духовка, это так называется Нет Ну про меня это типа духовный шкаф Дело в том, что Пасха уже через несколько дней И мы не проживем без пасхальных домашних куличиков И без круассанов со сгущенкой Так что... Пасха! Пасха через... Пасха через пиксики Через три дня? Ты хочешь сказать? А еще кое-что подкупим на видео То, что нам надо Мне нужна акриловая красочка Так что снимаем дальше наш влог Да? Да, через пиксики Сейчас пойдем кушать Потому что мы уже успели за это время Пока мы ехали в Лавину проголодаться Наши мнения разошлись Тиша хочет Макдональдс А Даня хочет роллы Мы с папой пришли подержать Даню Но папу отправили сейчас за маком Тиша хочет чип, подержать картошку, пить А куда мы едем? И на встрече, как я знаю, я не знаю Моя папку сейчас зажует из скалата Нет, я сижу ее Я сижу мою... Вставайте немедленно! Немедленно вставайте! Да! Не туда, давай! Туда! Тиша нравится дядю, да? А Маши приветают! Мне похоже на парик! Это и есть парик! Таня, идем! Мы выбрали этот столик Да! Мы часто сидим именно за этим столиком Ну, короче, я знаю, что я буду Потому что здесь аквариум Здесь И мы наблюдаем за рыбкой Да! Таня, ты что заказал? Я заказал свою любимую на данный момент роллы Кранч с игрем и гребешком А также клубничные мухи Стало без алкогольности Мне кажется, что Кранч с игрем и гребешком Это не есть роллы Или это роллы? Это роллы Да, я не думаю Ты клубничный? Да Я тоже Таня, у меня вопрос к тебе Ты любишь есть в кафешке? Я люблю! А бывало такое, что заходишь и думаешь Ну, что такое поесть? Уже все надоело? Бывало Бывало Это из-за того, ребята Мы часто ездим по центрам Да, мы все Это только один раз Из-за того, что мы снимаем Иногда нам надо что-то для съемок Купить, и мы часто кушаем еду Рассказывай, почему ты выбрал сегодня не роллы А именно чистка Я не знаю Ну, захотелось бы У меня тоже такое бывает Что хочется не роллы А вот именно чизбергер Почему-то А картошечку папа тоже взял? Угу Взял И кетчуп папа даже взял Спасибо, папа Вкусно хоть или нет? Стиш, тебе повезло больше, чем нам Потому что нам надо ждать Слых заказ Тридцать минут примерно Пап, тебе самое большое спасибо за рассыпанную картошку Ты умничаешь, мне кажется, да, сынок? Или мне показалось? Показалось Папа, смотри, как организовал красиво Открыл уже кетчуп тебе Картошечку он достал А все для кого? Для меня А все для любимого свиночка маленького, да? Так что ешь, наедайся И поправляйся И расти нам быстрее Так, нам в папу уже принесли мисо-суп Мисо-суп Не мисо-суп? Мама Даня, ты на нас Просто смотри И я больше расскажу Потому что Даня заказал кранч с углем и гребешком И его дольше всего готовят Мама, мама Это не мисо-суп А мистический суп Так, у Даня что-то вижу плохо сегодня Либо он играет в какую-то определенную игру Не понимаю, что с ребенком Принесли кранч с углем и гребешком Сейчас я буду приступать к кушанью А я буду приступать к питью мохитош Вот эти вот роллы Это Данины любимые на данный момент А мы с папой успели уже слопать свой суп А Тиша успел съесть чизбургер и картошку Но чизбургер мне помогла съесть мама Потому что я его съел сам Да Ты не съел его сам Как мохитошка Вкусно Мне понравилось Я его уже три раза пью А я только два роду Так, приятного аппетита тебе, Даня Да, спасибо А вы в свою очередь напишите Ребят, Соня, так, я говорю Какой ролл ваш любит? И вообще любите ли вы роллы? Да И вообще, кто сейчас кушает, вам тоже, конечно же, приятного аппетита Теперь Филадельфия делюкс для папы Мама Потому что мисса супа в маленькой мисочке, конечно же, мало для нашего папы Правильно я говорю? И для мамы тоже И для мамы тоже Поэтому мама чем догоняется? Роллами тоже А папа заказал себе еще стеклянные макароны И морепродукты Это же вкуснейшая Макшас морепродукты И стеклянные Да, прикольно И вот такая вот футболка Ага Последняя очень яркая, классная Мам А можно я тебе покажу, что я хочу? Да Покажи мне на камеру Ну, показывай, что же ты хочешь А на один круг дай Это такой, типа, робот-динозавр, да? Ну, я не знаю, да Либо такое, либо такое, либо такое Ага, то есть у тебя три варианта Да А ты как думаешь, одобрый тебе это родители, твой выбор? Наконец-то же мы нашли рай духовок И решили все-таки брать отдельно стоячую Кто не знает, отдельно стоячая это отдельная духовка, а... Это та, которая не встраивается И есть еще такие, которые сразу с плитой идут Вот мы решили брать отдельно стоячую Мы пока не знаем, какого цвета будет у нас точно кухня Мы ее хотим поменять А, соответственно, плиту и духовой шкаф надо выбирать уже под кухню Поэтому берем вот такую вот тефаль и будем печь пасочки Завтра! Завтра прям? Да А будем снимать видео? Покажем рецепт? Да Кому интересно, ставьте плюс У нас получается очень вкусные паски Да И очень мягкие самые И Даня знает рецепты, и он поделится, конечно Да, 100% Так, вот такую вот мы выбрали Тефаль Тефаль Посмотри Это самый лучший цвет в магазине Ее просто будут проверять, рабочее ли, все ли нормально Гарантию дают нам 2 года Поэтому, честно, осталось довольно Мы обошли только что комфи Фокстрот мы, к сожалению, ничего не нашли И я думала, что мы ничего и не купим сегодня К счастью, есть вот такая вот футболка Дань, Дань Я очень рада, Дань Если мы сегодня купим тесто слоеное Алена может делать круассаны прямо сегодня Я хочу еще, Дань Ты хочешь? Да Да, будет первый тест Я тоже хотела Да, перед пасочками нам обязательно надо что-то испечь, чтобы проверить Мы погрузили в духовку, едем на газ Но мне очень надо купить акриловые яркие краски Что? Мне надо купить акриловые яркие краски А у нас, у нас супримовые яркие краски А у тебя только супримы, Калан Мама А? Вообще, на квадроцикле газуют не так, а вот так Да? Ну, конечно, смотря на каком пабе Нет На квадроцикле не какая-то Раз, два Вообще, ему нормально А это что, это для водички, да? Для холодной водички Пойдем Жесткий прям Вот они, мы наконец-таки нашли акриловые краски Сколько их здесь Ты знаешь, для чего они нам нужны? Для того, чтобы покрасить, что ли Яйца большие, я заказала яйца огромные Ну, бумажные, понял? Почему я не знаю? А тебе зачем оно? Ну да, действительно Так вот, мне сделали их белыми Сейчас нам надо взять акриловую краску разных цветов Для того, чтобы эти яйца разрисовать Чтобы они были цветные Тише, на Пасху я хочу устроить челлендж Он должен искать эти яйца Будут задания, да И он должен их собирать и на тракторе увозить Что думаешь? Прикольно Здесь, смотри, есть еще всякие штуки, которые разрисовывать надо Этими самими красками Пледики там всякие Пледики красками не надо рисовать Давай выберем цвета Иди сюда Шкатулка, чтобы раскрашивать А кривыми красками Так, берем Начинаем с ярких Берем салатовый Желтый Желтый Салатовый Голубой Голубой яркий, наверное Дальше Оранжевый Это тоже яркий Красиво Согласен? Да Можно взять вместо синего Конечно же голубой Если тебе надо Нет Смотрим дальше Так, у нас еще один филет Так, сколько у нас цветов? О, все Смотри Идеально Мой карман в кофте был для этого сделан Смотри Мне надо видеть цвета, Даня Потому что я не помню Розовый давай еще возьмем Синий пусть остается Какой вот есть розовый Даня Глянь, какой есть розовый Красивый Это из этой же серии Но просто поменьше тюбики Но нам, наверное, хватит А синий пусть остается Или можно голубой какой-то выбрать Да, нормальный он Пускай будет И оранжевый еще есть Тоже мелоновый Гляньте, какой красивый Так, доставай все, что мы взяли Красный, желтый Салатовый Синий Розовый Оранжевый И фиолетовый Есть Берем, давай Смотрите, что мы нашли по дороге Замечательные пеналы В виде мороженого Перчика Ананасика Конфеток Далее у нас были Горошки Вот горошки Самые забавные, мне кажется А мне нет Ну и перчик 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 классный Но я бы вот такую вот взяла Конфетка это самый практичный Да Ну или вот эту вот Ядренную салату Да, мне нужен еще циркуль Нам нормально Давай, берем эту А мы ее должны брать А почему нет Прикольный пенал У меня есть пенал Я не очень люблю такие пеналы Потому что они красятся ручками Или карандашами Вот карандаш, например Он же не закрывается Циркуль Где циркуль Нам нужно циркуль Ребята Вы не подскажете Где циркуль Пишите в комментах Как вы думаете Где здесь находится циркуль В правом лиду Или в левом От нас Циркуль важно Чтобы был красивый Да Возьми Чтобы удобный был, конечно Так что, этот, который первый я дала Подходит или нет? Вроде бы, да Еще есть такой вариант Это барахло что-то Я даже тут не вижу Как он выглядит Так, то берем, Даня Вот еще есть, смотри Ну тоже такой Нет, ну этот неплохой на самом деле Ты просто не видишь? Там у него такой стержень Как у карандаша выдвижной И что это у тебя за красотенька? Это тебе Это кому? Тебе Тут шоколадка Тише, я взяла два пирожда Ты выбираешь манго? Да, тут зато есть шоколадка Вот это красное Это Ну, ну можно Малинка Ну, можно взять вот так Нет, не трогай пока Пускай Даня посмотрит Смотри, там какая блестяшка красивая Нет Зачем ты так делаешь? Даня будет сейчас внец на тебя Можно вот так вот взять Ты хотел пирожное? Просто я люблю шоколадинки Малинка Пироженька Вот что Даня снимает? Мне интересно Я сфоткал для своего дома Вешалку При входе в мой дом Будет стать такая вешалка Ах В твой дом? Я все потихоньку планирую уже Нужно я посмотрю Вот, ребята Понравилось? Что вы будете есть? Вопрос, что почему Вы, наверное, задаетесь вопросом Почему в моем пирожне дыра? Так вот В нем была круглая такая монетка шоколадная Тиша взял ее Не Тиша, кое-кто Ну да, кое-кто Неизвестный нам человек совсем Взял ее, скушал И приступил к красному пирожному Красному пирожному Красное пирожное это малиновое Это желтое, это манго Вроде бы, насколько я хорошо запомнила Замечательная логика Самое главное, что безумно справедливо все произошло Слушайте, ну они выглядят так аппетитно Ну так аппетитно Я не знаю, какие они на вкус, Тиш Что? Не вкусно? Тиш, не вкусно? Вот Ребят, тут скривился очень серьезно Что, правда не вкусно? Куки Нет, кушай свое Что? Ты сам захотел Такой вообще хитрый Я в шоке Че я забрал, потом держи Мы пока с папой подкупляли продукты домой Тиша с Даней успели в лабиринтах побегать, да? Даня присматривала за Тишей И набегались Наконец-то Ну и мама, конечно же, взяла десерт для того, чтобы уже со спокойной душой ехать домой Ребят, мы не оценили это пирожное Оно достаточно дорогое Но все попробовали и никто не оценил Второй раз мы не будем ее пробовать Он опять забрал у меня Но дети вот сейчас не могут поделить Вот эту вот картошечку со времен еще СССР Которую готовили сами дома Это какашечка И эта картошка стоит всего-навсего 5 гривен в сельпо Но она нравится детям Каштан Каштан, да, каштанчик такой А эти пирожные, которые малюсенькие, вот эти вот красивые 80 гривен Нам не понравились А картошка это шоколад, поэтому я пока, пожалуй, не будешь Пока что Кто знает, почему Даня не ест шоколад, напишите в комментах Знаете, где-то кодишь Попробуй это Это тоже мы взяли в сельпо Мы не планировали сюда с папой сходить? У меня предположение то, что... Это миндалия, но очень похоже на эти пирожные Вы понимаете, как это? Он еще даже не доел ни это, ни это Тиш, прекрати, что ты вытворяешь, сынок? Мне одно дайте, дайте мне одно Стоп, мне интересно, что скажет Даня Это хоть вкусное? Нет, фу Вот это вкусное пирожное, да, Дань? Что, совсем? И оно в три раза дешевле, чем вот это желтое и красное Попробуй Ну да Ну дай попробовать Тиш, возьми вилку А у меня мы грязные Ну и что? Нет Дань, дай ему попробовать Эй, стоп, остановись, это я для себя брала это пирожное Утром Да, как всегда, мы закрыли, но очередной раз уже поздно Да По времени, что можно сказать А я хочу на карте Уже 10 часов 25 минут Поэтому мы, конечно же, хотим пожелать вам всем удачи, собственно На уроках, на экзаменах, на контрольных Приятного аппетита, кто кушает, да Всем спасибо за просмотр Пока Нет! Что? Мама, а завтра на карте? Конечно Я тебе говорила, что поедем Нет, ничего Все, быстро Завтра на карте? Ну он хочет Я, тиш, это, я что-то не подумала, что рассказала Я не знаю Мы в понедельник будем на карте Смотри, как он радуется, Даня Тиш, мама, пошутируй Тиш, мама, пошутируй О, мама О, моя красота Гляньте, что мы нашли Ну как пройти мимо? Это их кто-то кормит тут, посмотри Они тут дворняги, бедолаги растут О, мои хорошие такие Мои такие милые, хорошие собаки Ой, они породистые или что? Почему? То есть ощущение, как будто за ними кто-то ухаживает Слушай, их кормят здесь, ты же видишь Да, то есть ощущение, как будто ухаживает Смотри, как он хочет ласки Лапку дает В смысле? А что? Он такой маленький, он же надрессированный, или что? Да не думай Они чеят? Они чеят? Нет Они просто не чеят Ну да, да Давай, мам Ого, господи Так, я предлагаю ехать домой Поехали, пацаны Тиш, они здесь живут, поход Да, не надо, поехали Не мучайте, они хотят спать У них время с нами Я только заберу Я вижу Только не говори, заберем домой Я не могу остаться Они обнимаются, посмотри Обнимаются Обнимаются Пойдем Так мило Пойдем Тише, Даня Я вас оставляю здесь Всем пока-пока Прямое включение Увидели красивую машину возле лавины Так что люди в Украине не бедно живут Смотрите, какие машины Типа винты такие Прикольно, это пленка наклеена Очень красивая Она четырехместная Я думала, это Тиша Чешую машину Поехали И что вы думаете, мне Тиша говорит? Забери Кого забрать? Забери Кого забрать? Щенков, конечно же Тебя могу забрать с собой Погоди, погоди, Тиша Ты какого-то одного хочешь? А как второй Один на улице останется Ему не было Да, ух, Даня Один у меня на руках Другой Я красавчик Тиша, а думай, что будем с ними делать? Ну, мам, они такие милые Может, у них есть хозяин? Мы же не знаем Да, у них хозяин есть Точно, они же такие ухоженные Тиша, мы же не можем Всех бездомных животных За домой забирать Давай вырастешь Делаешь зоопарк и заберешь Так, я разрешаю даже спать Доедем домой, Тишуль, ты уснешь Я тебя аккуратненько перенесу Хорошо? Хочу малюточку Всем пока-пока Хочу малюточку И спокойного ночи Хочу маленького сияния